Добрый день, друзья! Это обучающий центр кибермаркетинг, телеканал SEOPUL TV. С вами я, Сергей Иванов. И сегодня у нас главный аналитик, компания DW Action, Денис Кучумов, прочтет свой вебинар CPA группы или сайт, вернее сайт или группы. Денис, привет. Привет, Сергей. Итак, слово Денису. Денис. Добрый день. Я рад, что у нас после долгого перерыва возобновились вебинары. И начинаем мы с того вебинара, на который должен был быть в конце ноября. Как жизнь показала это, хорошо, что он не состоялся, потому что контента было бы практически в половину меньше от того, что я вам готов сегодня рассказать. И жизнь настолько динамичная штука, что буквально вчера вечером, когда я готовил эту презентацию к этому вебинару, познакомился с новыми ребятами, которые запустили сервис, связанный с группами, поделились своим опытом. И он меня, конечно, очень сильно впечатлил и вдохновил. То есть то, что мы с вами вместе копаем в нужном направлении, просто доказалось более расширенной практикой, чем та, которая у меня есть. Итак, есть проблема выбора. Проблема заключается в том, что раньше, когда поисковые системы были более динамичные, это касается Яндекса, сайты легко заходили в топ и не нужно было для нового сайта получать результат через полгода, через 9 месяцев. Результат давался достаточно быстро. Так мой собственный опыт показывал, что где-то в 2006 году я начал делать сайт именно по формату МФА и, сделав сайт с неуникальным контентом, он в индекс вошел буквально через неделю-две, и уже на третьей неделе он стал приносить доход. То есть на нем были размещены блоки контекстной рекламы и, соответственно, пользователи приходили, кликали и, может, зарабатывали из этого. Соответственно, сейчас история сильно поменялась, так быстро все не получается, поэтому несколько подсдулись многие веб-мастера, которые привыкли на этом зарабатывать быстро, но кто-то переквалифицировался. Следующая проблема выбора между сайтом и группой заключается в том, что сайт – это все-таки своя история, то есть это проект, который принадлежит тебе, группы, а группы – это арендованное пространство у сервиса социальной сети. Так, например, у меня был негативный опыт, когда первый мой блог был на блокспоте Google, он прекрасно индексировался, я публиковал там статьи, но буквально через полгода или 9 месяцев, не помню точно, произошла неприятная ситуация, у меня взломали аккаунт в Google, и, соответственно, блок у меня увели. Это тоже был под Новый год, но в Рождество мне все это вернули дело, но как бы осадочек остался, поэтому я решил сделать свой стендалон-блог и, соответственно, его в дальнейшем наполнял и продвигал. Но при этом легкость входа в благосферу позволяла именно на бесплатных хостингах размещаться. Поэтому, исходя из принципа студенческого рубль-градус-литр, стартовать с группы вполне себе возможно и даже нужно, и результаты могут быть существенно быстрее, чем сайт, и, соответственно, вам никто не мешает миксовать эти истории вместе. Ну и такой ключевой момент, потому что у нас среди зрителей встречается достаточно большое количество тех, кто, в принципе, не располагает даже минимальными денежными средствами, а уже хочет начать сейчас зарабатывать. Так вот, для того, чтобы начать работать с CPE-системой и собирать трафик, группа подходит практически идеально. То есть, если есть у вас достаточно времени, терпения и трудолюбия, то вы из групп уже можете сейчас начать собирать трафик. При этом, самая дурацкая ситуация заключается в том, что особо рьяные уже сейчас без групп собирают трафик, они делают элементарные вещи, они ходят по тематическим группам и на свой страх и риск постят всевозможные рефссылки. Можно это дело немножко оккультурить и начать создавать собственные группы и, соответственно, получать более стабильную историю. А почему же мы говорим про группы и, собственно, сайты? Ну, во-первых, потому что, замечено одним из сервисов, следующая статистика, что из поиска, особенно Google, приходит львиная доля переходов, то есть, почти 50% на сервис ВКонтакте, именно по ключевым словам, связанные с группами. То есть, это не лобовые запросы, так называемые type-in, которые перенесены в форму поиска, как это происходит, в частности, в Яндексе, по названию самого сервиса. Это уже ранжирование идет непосредственно групп. Что самое интересное, что 60% трафика собирается группами, которые попадают в десятку. То есть, это те группы, которые ранжируются на уровне с обычными сайтами и получают достаточно хороший результат. Мы имеем ситуацию, когда по группам есть плюсовой фактор и отсутствие тех фильтров, которые присутствуют, допустим, для сайтов. Это тоже упрощает наш выбор. Какие же плюсы есть у сайтов и почему же их стоит использовать? Ну, во-первых, как я уже сказал, это ваша собственность. То есть, никто у вас ее отнять не может, если вы там не нарушаете, конечно, законодательство РФ. Соответственно, вы этой собственностью можете распоряжаться, перепродавать, выстраивать модели монетизации как угодно. Это как бы это ваш. Следующий момент – это долгосрочный результат. Даже в ситуации, когда рынок того же контекста, то есть, заработка партнеров на контекстных сетях падал, возникали новые инструменты, которые позволяли монетизировать аудиторию трафика, те позиции, которые у этого сайта есть, по сбору этого трафика, достаточно хорошо. Разные инструменты от продажных ссылок до всевозможной баннерной рекламы. Это надо учитывать в своей стратегии инвестирования. Следующий момент – это источники монетизации, которые могут быть не совсем тривиальны и не сразу видны. То есть, вы запустили сайт сейчас, задумались о монетизации на одном инструменте, а потом, допустим, разобрались, как работают e-mail рассылки и начали свою текущую аудиторию, еще и собирать с нее e-mail и дополнительно прогревать новым каналом, как e-mail рассылки. Ну и один из ключевых моментов – сайт может являться точкой сборки для всех инструментов, которые сейчас доступны для сбора трафика. То есть, вокруг сайта может строиться некая эко-среда под названием и группа профильная, и канал на YouTube, и Twitter аккаунт. То есть, аккаунт в Instagram – все, что вам позволяет привязаться к тематике этого сайта и дополнительно распространять контент в различных средах. Это дает большой плюс с точки зрения тех факторов, на которые смотрит поисковая система, раз. Второй момент – вы учитесь адаптировать контент вашего сайта под каждую среду. Это два. И третий момент – есть эффект взаимного опыления. То есть, при анализе, допустим, продвижении того же самого видео в YouTube, однозначно по России видно, как группы в социальных сетях дают стартовый всплеск для того, чтобы видео набирало больше просмотров. И дальше уже работают факторы самого YouTube. Аналогичные истории с поиском происходят. Перетекание факторов из одной среды в другую мы наблюдаем достаточно четко. Какие же минусы? Во-первых, сайт – это все-таки устаревающий формат. И постепенно, исходя из логики поисковых систем, сайты будут отмирать, потому что поисковые системы будут жаждать зарабатывать все больше и больше денег и, соответственно, монетизировать свою поисковую выдачу на свое усмотрение. То есть, если мы на примере самого Яндекса видим, что уже есть возможность из выдачи делать заказы, не переходя на сайт, вы получаете информационные ответы на свои запросы, есть возможность также даже платить, не переходя никуда, а прямо непосредственно из поисковой выдачи. Поэтому надо быть морально готовым, что это такая падающая инвестиция в долгосрочной перспективе, если вы не готовы вырастить какой-то мегапроект. Следующий минус, который я слегка озвучил – это долго. Для интернет-инвестиций результат, который появится через 6-9 месяцев – это достаточно долго. То есть, мы привыкли, что результат поступает через неделю, но максимум месяц-два. То есть, в это время можно ждать инвестиций и прогнозировать что-то. А когда разрыв между сигналом, который вы подаете, и результаты, которые вы получаете, достаточно длинные, уже как-то теряется темп. И многие истории не живут так долго. Плюс это дорого. То есть, если мы сравним, почему, например, возникла ниша арбитражников, это во многом потому, что сайты стал продвигать достаточно долго, и результат ждать и инвестировать в него не готов. А здесь ты разобрался в работе с источником трафика, вложил деньги и получил результат практически мгновенно. То есть, это как раз и признак того, почему арбитражная среда так интенсивно развивается. Ну и главный пункт, что риски получения санкций со стороны поисковых систем, они практически непрогнозируемы. То есть, то, что было вчера хорошо, может стать плохо. При этом мы видим, что давление по внешним факторам, которым вы никоим образом не можете управлять, оно возрастает. И, соответственно, есть риски того, что недобросовестные конкуренты вас могут подставить. Соответственно, надо диверсифицировать эти риски и надо думать, как их минимизировать. Какие плюсы у групп? Ну, во-первых, это новый канал трафика. Если вы посмотрите, то 90% видео, которые я встречал на тему СММ, это создание групп а-ля МДК или групп, связанных с развлечениями, связанных с основными механиками потребления в социальных сетях. То есть, это такой вау-эффект. Если вы умеете собирать вау-эффект и умеете монетизировать вау-товары, то стандартные схемы СММ у вас будут работать просто прекрасно. Но в группах есть и другие факторы, которые дают прекрасные результаты. Это, во-первых, факторы ранжирования. То есть, факторы, которые позволяют при прочих равных условиях группу запихнуть по позициям выше, нежели сайт. Это достаточно низкая конкуренция по сравнению с другими группами. То есть, тематических групп, профильных совсем мало. Таких псевдо-тематических групп банятся нещадно, потому что совсем тупые истории возникают. Чуть-чуть менее причесанные живут достаточно долго и неплохо собирают себе трафик. Самый главный плюс у групп в том, что они дают достаточно быстрый результат. Что такое быстрый результат? При правильном раскладе группа выстреливает в Гугле в течение 2-3 дней, а в Яндексе в течение 2-3 недель. Могу сказать так. Это данные ребят, которые предоставили мне информацию по работе группами массово. То есть, у них работа с группами исчисляется десятками тысяч. Соответственно, со своей стороны, будем эту информацию досконально проверять. Но то, что ранжирование идет совершенно по-другому, это было замечено невооруженным взглядом просто на подлете. Собственно, это и заставило сделать это некое сравнение. Минусы. Ну, минусы, как я уже говорил. Первое – это вам не принадлежит. То есть, вам не принадлежит ни аккаунт в социальной сети. У вас его могут в администрации забрать. Вам не принадлежит фактически та группа, которой вы управляете. Ее у вас могут забрать, ее могут угнать, ее у вас могут закрыть. Это риски, которые надо понимать. К ним надо быть готовится, либо информационно обезопасить себя, либо, соответственно, диверсифицировать свои финансовые риски. Следующий момент – это срок жизни групп. У хороших тематических групп срок жизни достаточно большой. У групп из зоны риска, то есть, из серой зоны, они живут поменьше, но и скорость отдачи от них существенно выше, плюс их себестоимость достаточно низка. То есть, опять же, выбираем наш принцип рубль, градус, литр и получаем, что в массовом создании групп есть тоже большие преимущества. Не будем говорить абстрактными вещами от теории к практике. Вот запрос есть в гугле. Каждый из вас может прямо сейчас проверить. Пластиковые окна в Москве. Первая страница. Это второй экран у нас получается. Мы видим, я специально выделил, чтобы позиция была высокая и была видна. Это пластиковые окна в Москве. Цена группы ВКонтакте. То есть, эта группа анжируется по очень высококонкурентному запросу. И мы видим, вместе с какими сайтами вместе она стоит. Теперь мы смотрим, какие факторы у этой группы. Во-первых, эта группа, связанная с реальным бизнесом, это большой плюс. Она минимально интересна. Если мы посмотрим на скрин справа, обратим на следующие вещи. Что не характерно для всех СММщиков, а характерно для групп, про которые я говорю. Первое. Группе больше года, в ней всего лишь 113 записей. Если вы посмотрите любые видео с СММ, там шпарят людям чуть ли не до 10 записей в день. Ну уж нафигач. При таком давлении у людей возникает эффект информационного шума. Они уже перестают реагировать. И самый главный фактор, связанный с тем, что люди начинают отписываться от этих групп. У меня примерно к такому же результату пришла практика с тем, что я публикую в своем аккаунте ВКонтакте, какие материалы. Я пытался делать 2-3 публикации в день. Смотрел, какая реакция у людей. И стал делать 2-3 публикации в неделю. Реакция совершенно отличается. То есть, ты чуть больше подготавливаешь материал. Делаешь интересную подачу. И люди начинают этот материал репостить. Они ставят лайки. Они начинают обсуждать. То есть, вокруг этого материала есть некая польза, есть некая жизнь. При этом у меня там не тысячные подписчики в друзьях, чтобы я ходил и мерил со всем инструментом. Но распространяемость этого материала я вижу очень хорошая. То есть, то цель, которую можно получить от социальной сети, это виральность контента, который вы выбрасываете. И, соответственно, количество людей живых, с которыми вы коммуницируете, достаточно много может быть. При этом в разы меньше, чем у топов. Следующий момент. Посмотрите, сколько участников в этой группе. Всего 311 человек. То есть, для того, чтобы быть в топе, не нужно иметь десятки тысяч человек в группе. У вас может быть существенно меньше людей в группе. При этом вы будете занимать высокие позиции. Главное, у вас сюда будет приходить трафик поисковый. Он будет прекрасно конвертироваться как на сайт, так и на телефон. То есть, вот вам практический пример того, как то, что я вам рассказывал. Оно действительно работает сейчас и в высоконагруженных, высококонкурентных тематиках. Какие же факторы ранжирования вычленены и являются определяющими. То есть, вот 70% держатся на двух факторах. Это название группы и, соответственно, грамотное устройство солнечной массы. Все остальное, оно дает действительно свои плюсы, но эти плюсы существенно ниже, чем мы можем себе представить. Опять же, данные от ребят, которые мне прислали эту информацию. Большинство людей начинают копошиться в области этих 30%. То есть, обновляемость контента пытаются понять. Играются с описаниями групп по всевозможным. Возраст групп там вводят. То есть, пытаются работать, на самом деле, не с теми факторами, с которыми можно работать. И в результате мы получаем, собственно, вот этот эффект. Когда люди пытаются сделать группу, они не получают того вау-эффекта, который хотелось бы, не получают трафик, который прекрасно конвертировал. Приключите свой фокус внимания на другие факторы, и у вас будет результат существенно лучше. Какие же механики присущи для продвижения? Ну, это, во-первых, общение в группах, плюс личная переписка. Это так называемый хендмейй продвижение. То есть, вы находит тематическую группу, вы начинаете там общаться с людьми на определенную тему в комментариях. А потом в личку вступаете в переписку, и потихонечку этих людей начинаете перетягивать в свою комьюнити. Историю, которую я, например, на себе испытал, когда в группе Саши Кузнецова вступил, начал читать, мне интересно было общаться. Только я туда вступил, активно начал общаться, мне постоянно идут предложения от всевозможных CPA-систем, от рекламодателей, от веб-мастеров по сотрудничанию. То есть, люди уже это используют активно, а часть из них пытаются перетащить меня в другой комьюнити. Эта механика практически работает и дает свой результат при условиях, если вы не хотите вообще инвестировать ни копейки денег, только инвестировать свое время. Следующий момент – это покупка таргетированной рекламы. Здесь такая двоякая ситуация. Вы, с одной стороны, учитесь умело управлять таргетированной рекламой, с другой стороны, вы людей гоните в свои тематические группы, которые интересны. И этих людей, соответственно, перевариваете в то, чтобы они стали вашим покупателем. То есть, эта механика очень близко к работе с сайтами, только внутри самой социальной сети. Следующий момент – заказными постами в тематических сообществах. При этом люди охотнее переходят в группу в ВКонтакте, нежели идут вовне. Соответственно, тут конверсия существенно повышается. Забывают практически все о том, что работают также биржи ссылок для того, чтобы извне трафик привлекать. То есть, не с самого ВКонтакте, а из того же поиска Гугла, Яндекса, чтобы достаточно хорошо группы ранжировались. Стоит закупать ссылки и получать, в принципе, хороший результат. Ну и еще и часть веб-мастеров не гнушаются спамом. Мы, соответственно, со своей стороны против спама. И всячески не рекомендуем, если вы хотите хотя бы среднеинтервальную стратегию построить. Следующий момент, связанный с группами – это поддержка групп. Ну, во-первых, надо собирать разноплановый контент. Это должны быть тексты, это должны быть картинки, это опросы, видео. То есть, чем больше коммуникаций у людей внутри группы, тем больше признаков того, что она живая. И не смотрите на количество у вас подписчиков, потому что они будут расти естественным образом. Если контент интересен, он будет быстро распространяться. Следующий момент – это, как я уже сказал, количество публикаций в неделю. Так, чтобы группа была по всем признакам живая. Но и постоянный контент, который подогревал интерес оставаться в этой группе. И, со своей стороны, говорю, что обязательно надо стимулирование к общению людей. То есть, администратору участвовать в группах достаточно активно, чтобы была такая возможность не только через личку общаться, то есть, через сообщение, но и публично задать какой-то вопрос, получить какой-то ответ. Как же выглядит пошаговая инструкция? У нас все любят 1, 2, 3 формат подачи материалов. Я просто вижу по видео, насколько он востребован, особенно у новичков и у тех людей, кому долго разбираться во всех этих темах. Они хотят 1, 2, 3 попробовать, а потом уже расширять свои знания. Есть 6 пунктов в этой инструкции. Я думаю, что вы в состоянии прочитать эти 6 пунктов. Важный момент скажу о том, что достаточно интересно, если вы приложите чуть больше училий, чем в этой инструкции, разберетесь с 5-6 пунктами. Итак, подбор ключевых слов. Подбор ключевых слов фактически осуществляется через основные сервисы, которыми вы пользуетесь в контекстной рекламе. То есть, это Wordstat Яндекса, это KeyCollector, сервис Андрея Иванова. Это все внутренняя система контекстной рекламы. То есть, вы никуда не денетесь и вам нужно все равно составить семантическое ядро. Если вы не знаете, что такое семантическое ядро, идите прочитайте, потому что тогда вам дальше вообще нет смысла двигаться. Если вы знаете, что такое семантическое ядро, то для вас будет интересен следующий слайд. Это как сделать хотя бы приблизительный прогноз, сколько вы трафика получите из группы на оффер. Вот я, так сказать, эмпирическую формулу вывел, посоветовавшись с разными экспертами, очень похоже на то, что она совпадает с реальностью. Значит, от групп групп она может отличаться, поэтому, допустим, CTR из групп это среднее значение, которое выведено исходя из статистики, когда трафик может составлять и 10-15% кликабельной ссылки, так он может составлять и 2%. То есть, если мы возьмем среднее, у нас в районе 70-х получается CTR. Значит, коэффициент позиции сайта страницы выдачи. Но надо понимать, что если вы стоите на 1-2 позиции, это один уровень сбора трафика. Если вы стоите, соответственно, на 9-10, это другой уровень. Но в любом случае у вас уже пойдет трафик, вы можете понимать, что если вы докупите, доразместите ссылок, допрокачаете группу, вы еще больше займете. Из каждой позиции вы для своей группы составите некую свою прогностическую формулу. То есть, вы эту формулу можете дорабатывать под ваши условия. Следующий момент – подготовка аккаунтов. Не рекомендуется работать со своих аккаунтов лично, с которыми вы активно общаетесь. Почему? Потому что наши доблестные модераторы социальных сетей могут вас просто заблокировать за ваши эксперименты. Вам могло бы казалось, что это невинный эксперимент, а на их взгляд это достаточно жесткий эксперимент. Поэтому потратьте деньги, купите несколько аккаунтов для того, чтобы проводить эти эксперименты. Они не так дорого стоят за аккаунт, но достаточно вам гарантируют безопасную ситуацию. Если вам, так говорится, не важно, у вас нет большого комьюнити, с которым вы общаетесь, вы прям новичок, пошли делать. Можно работать на свой страх и риск. Вам по большому счету и терять-то нечего. Вам нужно получить первый результат, который даст хороший выход. Следующее, что готовится к материалам при среднемассовом работе с группами. Это обязательно аватар у группы должен быть свой, оригинальный. Как правило, он затачивается под оффер. Описание группы. 5-10 разноформатных сообщений, которые вы готовите. Какой ЧПУ-урл вы будете использовать для того, чтобы она хорошо ранжировалась. Какой должен быть тайтл у группы. То есть, все эти факторы вы складываете и у вас получается, что у вас еще до самого старта у вас уже есть понимание, какую группу вы будете раскручивать и как. То есть, вот эта предварительная работа, она очень важна. Фактически все тайтлы и ЧПУ-урлы идут из вашего семантического ядра, которое вы собрали. То есть, вы знаете, как будут распределяться те ключевые слова, по которым вы будете продвигать. Следующий момент как раз связан с важными вещами, которые новичку, например, очень тяжело понять. И для многих является это следующим уровнем продвижения. Это перелинковка. То есть, как группы друг с другом должны быть перелинкованы, чтобы правильно распределялся ссылочный вес. Как правило, используется простая круговая. Если вы искушенный SEO-специалист, то вы можете простоить элементарную елочку, то есть, это елочка. Как узнать, какая перелинковка круговая елочка? Возьмите базовые вещи распределения педж-ранка. Как только вы начнете читать документы, связанные с распределением педж-ранка, то есть, распределение весов между ссылками, вы легко разберетесь, как построить перелинковку елочкой или круговую. Следующий момент – это проработка ключевых слов. То есть, вы можете же передавать не только стат вес, то есть, что педж-ранка рос, но и вы можете передавать анкор вес, связанный с ключевыми словами. Хочу только сказать одно, что со вторым пунктом на старте нет смысла особо заморачиваться, потому что влияние, нахождение каждого слова внутри ссылки еще до конца не изучено. Более того, поведение Гугла и Яндекса отличается кардинально вот в этом пункте. Это связано, как правило, еще и с региональностью. То есть, региональность в Яндексе работает совершенно по-другому, чем региональность в Гугле, и поэтому распределение именно вот этого пункта надо смотреть, подо что вы в итоге затачиваетесь – под Гугл или под Яндекс. Следующий момент – это поддержка внешними ссылками. Для чего она нужна? Ну, во-первых, для ускорения индексации. Многие уже заметили, SEO-шники, что ссылки из Twitter дают быструю индексацию страниц, и страница попадает в поиск достаточно хорошо. Чем круче у вас проконченный Twitter-аккаунт, тем они легче попадают. Это ссылки из других групп ВК, у которых можно посмотреть, какой педжанг, и, соответственно, или сделать некий прогноз по тому, насколько группа живая, насколько вы ее можете по тематическим запросам найти в поиске, соответственно, разместить оттуда ссылки. Это ссылки с YouTube, они тоже прекрасно работают из описаний. Хороший фактор, но это YouTube должен быть канал ваш, соответственно, мы как-нибудь отдельно поднимем тему, связанный с сайты, группой и YouTube-каналом. Там тоже такая достаточно интересная история, и трафик собирается, в принципе, бодро. Ну и классические трафиковые ссылки из сейпа. Почему я подчеркиваю именно трафиковые? Потому что по фильтрам, которые накладываются Google, именно трафиковые ссылки дают очень хороший результат. Я не буду говорить про все остальные, у меня нет данных. У меня есть просто примеры, когда из-под жестких фильтров именно этими ссылками выводили с сайта хорошо. Ну а что говорить уж, если из-под этих фильтров сайта выводились, то группа вас будет просто выстреливать с бешеной скоростью. Пример серой схемы работы. Вот есть, собственно, запрос, связанный с одной из игр. И мы видим, что по такому запросу группа, соответственно, ранжируется на первом месте. То есть, вот здесь мы видим, сначала выдача начинается с видео. Есть у меня ощущение, что видео там тоже такие серенькие собраны, для того, чтобы трафик переливать. Ну и, соответственно, есть группа, которая заранжировалась и достаточно высоко. Что из себя представляет эта группа? Ну вот, она оформлена по тем канонам, которые я вам рассказал. Там в ней 78 записей. Ну это уже когда люди туда добавились. Ну и всего. Потихонечку люди, приходящие с поиска, они там вот настучались. Их уже там 250 человек. То есть, вполне себе жизнь присутствует. Какое-то обновление есть, потом уже происходит. Ну и здесь интересный блок, связанный с другими группами этого вебмастера. Как он их друг с другом перелинковывает. Вот прям видно невооруженным взглядом в рамках одной группы, которую мы могли найти и с поиска. Теперь важный момент. Меня очень просили более детально со скринами не рассказывать серую часть схемы. Почему? Ну, потому что у нас наш канал смотрят разные люди. Есть люди, которым не нужно видеть это видео. Соответственно, если у вас есть желание, вот все, что я вам рассказал, оно все работает и работает там в ручном режиме прекрасно. Если у вас есть желание автоматизировать и масштабировать эту историю, вы, соответственно, можете написать мне заявку на вебинар, который мы будем проводить. И, собственно, на этом вебинаре мы уже более детальные схемы расскажем. Всячески будем стараться, чтобы с этого вебинара не получилось видео. Не потому что нам жалко. Вебинар у нас все равно будет бесплатный. Но там часть информации, если она уйдет в паблик и доберется там до сервисов, из которых трафик получается, ну, убьете просто таким образом всю историю на корню. Вот, собственно, поэтому я только не рассказываю какие-то детали, которые есть именно здесь и сейчас. Готов ответить на вопросы, которые у вас возникли. Соответственно, обращаю ваше внимание, есть наши группы в Facebook и в ВКонтакте. В ВКонтакте мы больше общаемся там с веб-мастерами. Есть моя, собственно, личная страничка ВКонтакте, где я... Так, вот меня попросили предыдущий. На самом деле история очень простая. Вы пишите на почту экспертсобакадвокшн.ру, дайте тему продвижения групп ВК и дальше пишите в свободной форме. Хочу там принять участие. У меня опыт там такой-то. Занимался тем-то, тем-то. Ну, то есть, такое. В формате эссе. Напишите несколько строк. Все-таки приучаю вас не в том, что в формате э-м, а как-то, ну, подать себе, рассказать то, что у вас туда могли включить. Это, кстати, очень хорошо сработало на наших тренингах по таргету, по бегуну. Люди уже прям расписываются и, в конце концов, понимают, зачем заставляют это делать. Они, расписавшись, в итоге пишут. У меня нет вопросов, я сам понял, как мне решить свои проблемы, потому что человек просто проанализировал то, что он сделал неправильно. И многие те, кто перешли, допустим, на пересдачу по таргету, они то, что не могли выполнить за отпущенное время, за семь, там, по разным было потоком, десять дней, фактически делают за день-два. То есть человек, сделавший работу над ошибками, он легко на следующий этап переходит и у него проблем не возникает. Так и здесь, делайте над собой усилия, напишите не просто «я хочу», а почему я хочу, что мне интересно, это и нам поможет и вас несколько дисциплинирует. Возвращаясь к истории контактов, почему я добавил, например, свою страничку в ВКонтакте. Я не со всеми дружу, но я все оставляю в подписчиках и там я публикую ту информацию, которая мне интересна в качестве статистической. Та информация, которая вам, как правило, не попадает или вы не обращаете на нее внимания. Ну, пример. Последний пост, если вы посмотрите, сейчас связан со статьями, выходящие в западной прессе, научной, с факторами ранжирования поисковых систем, в частности, Яндекса. То есть, исследовательский отдел Яндекса регулярно публикует свои материалы математического характера о том, на какие исследования они проводят, на какие факторы обращают внимание. Чем полезны эти материалы? Ну, во-первых, там есть возможность посмотреть, куда смотрит Яндекс, с одной стороны, с другой стороны, какой аппарат применяет. И, на самом деле, очень тяжело им не спалить какие-то фишки, потому что они сами не находятся по обратной стороне. Они не понимают, что может выстрелить. А вы, соответственно, как вебмастера, наэкспериментируетесь так, что результат у вас будет просто прекрасный. С учетом того, что они, вот по Гуглу, например, то, что они публикуют там уже в Оксфорде в статьях, там прямо, вот там в статьях прямо видно, какие факторы ранжирования попали в исследование, и сейчас мы имеем то, что группа хорошо ранжируется. То есть, сначала они обкатывают в научной теории, потом мы собираем это на практике. Вот чтобы вам легче было работать, чтобы вам было интереснее, соответственно, паблик ВКонтакте. Теперь я заканчиваю свою тираду и готов отвечать на вопросы. Денис, спасибо, прекрасный прием. Я уже тоже его применял. Если делаешь тираду, вдруг кто-то похватывается, что закончился вебинар, и пора задавать вопросы. И пока ты говорил, у нас появился вопрос. Друзья, прошу поэнергичнее, потому что мы сейчас выключим наш телевизор, и все ваши вопросы останутся с вами. Итак, уникальность контента в группах как-то влияет на ранжирование поисковых систем? Минимально. Минимально, да? То есть, можно контент разный использовать, не обязательно оригинальный. Денис, давай досчитаем до пяти, наверное, потому что мы не знаем, как бы еще хитро подстегнуть. Либо ты еще какую-то чудесную историю расскажешь. Я вот сейчас даже сам наслушался и ересь похватился. На самом деле, ситуация очень простая. Мне бы хотелось, чтобы у нас есть в режиме реального времени общения. Есть, я вижу, что многие из вас приходят на канал Сиапульт ТВ, комментируют, смотрят на Ютубе, не забываем ставить лайки, подписываться на каналы и, соответственно, там оставлять комментарии. Я вижу, как видео наше распространяется. Мне приятно, что я могу походить по всему по интернету, везде покомментировать, везде, где только найду свое видео. Будь то оно на официальных каналах размещено, либо кто-то его где-то скопировал. Не важно. Я стараюсь отслеживать все свои публикации, максимально с вами в любых точках коммуницировать. Но важно, чтобы я отвечал на вопросы не вам конкретно на конкретном канале, а то, что вы задали вопрос публично. Я мог ответить на него всем. То есть, все люди, которые будут смотреть это видео, они получат ответ. Почему это ваш? Пускай даже этот вопрос вам кажется дурацким. Ну, потому что появляется ситуация, когда на один и тот же вопрос я вынужден отвечать на 5-6 каналах в разных группах. Проще, если вы мне его зададите в режиме реального времени здесь и сейчас, я на него отвечу. Тогда и ваш вопрос, и ваш ответ узнают многие. Может, он породит другие вопросы, за которые мы сможем зацепиться и раскрыть вам какой-то полезный контент. Поэтому я приглашаю активно коммуницировать именно в режиме реального времени. Потому что это увеличивает эффект от совместного творчества. Все-таки вебинары это совместное творчество. Вы больше узнаете, мне проще больше рассказывать. А то получается так, что я могу рассказать, как мне кажется, крутые фишки просто. А потом беру лобовую инструкцию, раз, два, три выкладываю и выговорить, блин, вот я всю жизнь об этом мечтал. Как я об этом узнаю? Только через спустя время, когда посмотрю статистику по просмотрам наших вебинаров. Присоединяюсь к Денису, друзья. Вот он, Денис Кучумов, рядом с вами в режиме реального времени. Задавайте ему вопросы, пока он еще здесь. Вот вопрос. Нужно ли закупать ссылки на группы? И влияет ли это в улучшение ранжирования? Я сказал, что да, нужно. Оно влияет на факторы ранжирования. Более того, нет однозначного эффекта ссылка для продвижения группы лучше из группы или лучше с другого сайта. Таких зависимостей пока у меня информации нет. Единственное, я сказал, что ссылки из групп массовостью достаточно легко получить. И они хорошо работают из-за своей низкой себестоимости. А ссылки, если вы покупаете сайтов через биржи ссылок, то их лучше покупать трафиковые ссылки. То есть ссылки, по которым размещаются видимые части, по которым, возможно, переходы будут осуществлены. Поэтому эти ссылки однозначно работают лучше. Более того, смотрите, когда у вас начинается массовая работа, и вы там, допустим, начнете экспериментировать и работать с хэштегами. Ту часть, которую я еще даже не начал раскрывать по группам, чтобы ваши запросы попадали в общую ленту новостей ВКонтакте. У вас совершенно другой расклад получится. Но для того, чтобы говорить про вытаскивание трафика из поискового ВКонтакте, вы научитесь работать и разобраться с этой элементарной стандартной частью. Вы поверите, если вы сейчас научитесь вот здесь ссылочным работать, то уж со всеми остальными факторами в социальных сетях работать существенно будет проще. Главное, вы поймете, какой оффер у вас стреляет, какой не стреляет, какой вы трафик будете выкачивать из поиска. А где-то вы будете и скажете, нафиг мне нет поиска, я знаю, что я другими методами группу прокачаю внутри социальной сети, и она у меня будет собирать там с новостной ленты. Тоже себе принципы, тоже будет работать. Но все это крутится вокруг группы. Поэтому вот мне показалось, для тех, кто умеет работать с сайтами, умеет делать МФА-сайты, эта история гораздо проще и понятнее для старта в социальных сетях для работы с группами. Твой призыв к живому общению был услышан. Итак, вопрос. Есть ли смысл прокачивать статве с безанкорными ссылками для групп ВК? Я бы не стал. Ну, то есть, можно, безусловно, можно. Но в условиях, когда у вас ключевыми факторами ранжирования фактически выступает тайтл, у вас выступает ЧПУ УРЛ, и у вас выступает, ну, пока не ясно в какой развесовке все-таки анкор, вы можете, конечно, размещаться. То есть, я понимаю, что поисковые системы напугали всех веб-мастеров, что анкор-лист сайта надо, страницы надо разбавлять обязательно безанкорным ранжированием, тогда у вас будет там все хорошо. Но забудьте вы эти истории при работе с группами. Вернитесь немножко к SEO образца 2007, 2008, 2009 годов, когда было все гораздо проще. Почему вернуться? Да потому что я уже сказал ключевую вещь, что к группам не действует большинство факторов. Нет этой эпидемии. Вот когда из групп образуется эпидемия по захвату поискового трафика, они начнут туда все факторы вкладывать. А пока их доля относительно сайтов, которые вы, уважаемые веб-мастера, сгенерировали за это время, она такая, ну, просто тьфу, то можно там и не усложнять себе жизнь. Замечательно, да, я тут уже отвлекся. Итак, вопрос, как продвигать группу чисто в одном регионе, скажем, в Беларуси, а не в РФ? Ну, я так же продвигаюсь, как, смотря где, подо что вы будете продвигать. В самом деле, если вы в Гугле будете продвигать, то вам нужен запрос не геозависимый. Гугл сам подставит при ранжировании вашу географию. То есть, если вам нужны профили пользователей, которые, соответственно, зарегистрированы в Беларуси. Если вы работаете с Яндексом, то у вас Анкор должен быть геозависимый, то есть, используя добавки, связанные с Республикой Беларусь и городами. Татьяна интересуется, насколько такие темы применимы все-таки в B2B сфере? У нас есть группы, но в основном там активны только сотрудники компании. Более-менее живой только YouTube. Ну, что я вам могу сказать? Если у вас поисковый трафик конвертируется, то история с группами, мне кажется, конвертируемая. Если у вас поисковый трафик неконвертируемый, тогда контрольный в голову и холодные продажи через телефон. Александр интересуется, как правильно составлять тайтл группы для высокого ранжирования в поиске? Ну, он так же составляется, как если бы вы пытались продвинуть страницу. Не надо тошнить там только с частотой вхождения запроса, потому что все-таки у тайтла группы есть ограничения. Если вы будете переташнивать, ну, лучше, по-моему, не станет. Ну, а дальше вы можете проэкспериментировать. У вас просто не столько символов, сколько вы можете запихнуть в тайтл страниц. Поэтому там простор для творчества, особенно для работы со среднечастотными запросами, он минимален. Скажите, Денис, интересуется Екатерина, а если группа ВК информационная, новости конкретного города и региона, то установка 2-3 записи в неделю не работает? Или присыщение подписчиков информации не зависит от характера паблика? Нет, от характера паблика очень сильно зависит, это неправда. Если у вас там информационное издание, вы способны генерировать интересные новости, там, 10 штук в день? Да, прекрасно. То есть, вот здесь я не вижу какой-то проблемы. Ситуация просто такова, что люди идут и бездумно копируют. А вот есть там топовые группы ВК, давайте мы будем использовать их стратегию. Да не для всех случаев она работает, я рассказал для случаев, когда она не работает. Если у вас есть новости, если они интересны новости, да попробуйте поэкспериментировать. Просто у меня есть ощущение, что 10 новостей в день для какого-то там среднего масштаба города, это достаточно большой объем. Ну, интересных новостей. Почему я говорю? Я работал в информационном агентстве, мы фигачили в самом худшем раскладе 120 новостей по России и в самом лоб-пике, по-моему, порядка 250. Ну, можно сказать, что 50% уходило просто в туалет, а вторая половина позволяла держать хороший информационный фон и, соответственно, на трендах вылезать. Но для того, чтобы сказать о том, что даже 100 новостей, которые мы делали по всей России, имели широкий репост, да нет, также 2-3 новости, которые интересные мы нашли где-то. Их начинали перепечатывать крупные СМИ со ссылкой на нас. Так вот, если вы в состоянии генерировать 10 интересных новостей, которые будут вас там перепечатывать, распространять, ну, молодцы. Значит, вы просто уникальная команда. А если вы по заданию редакции фигачите 10 новостей, потому что это установка, и 90% этих новостей вообще никто не читает. Вы счетчик посмотрите на вашем сайте, если у вас есть там сайт, какие материалы реально интересны, какие материалы реально люди читают, комментируют. Ну, вот в эту сторону и копаете. Ну, есть у меня ощущение, что просто не будут люди смотреть 10-15 материалов. Хотя у вас может быть уникальный случай. У вас суперкоманда, вы там фигачите 10. Даже на 20 рабочих дней 200 интересных материалов. Ну, пипец, вы должны взорвать просто свой город и управлять там администрацией, в какую хочешь сторону. Потому что у вас такой высокий рейтинг лояльности у граждан должен быть. Следующий вопрос. Влияют ли поведенческие факторы на ранжирование групп? Я не заметил. Хорошо. Когда планируете провести второй закрытый вебинар по группам? Я скажу так. Мы сейчас с ребятами ставим эксперимент. Я уже наступал раз на подобные грабли. Я хочу сам ручками пройти и на вебинаре рассказать свой опыт. Не только продвижение пабликов, про которые вы знаете, но и вот этот автоматизированный на массовый. Многие из вас мне доверяют. Я мог показать, вот ребята, с того момента, когда вот этот вебинар вышел, вот мы поставили эксперимент. Вот он получил такие результаты. И вы вот, ну, как бы вживую посмотрели. Потому что мне все-таки важно, что благодаря себе пульту я здесь не первый год выступаю. И вырабатывается некое отношение к человеку, который рассказывает практически вещи. Ну и рассказывать вам всякую упругу мне не хочется. Итак, я думаю, что это уже, наверное, последний вопрос. Ссылки работают и для фейсбучных групп, или только ВК? У меня пока статистика есть только по ВК. Ну, то есть, все возможно. Спасибо большое, Денис. Вопросы, хотя нет, вопросы, кажется, еще появились. Да, да, я бы поторопился попрощаться с тобой. Итак, какие самые выгодные, видимо, выгодные темы для групп? У меня складывается впечатление, что прибыльны только эротические группы. Да, вот, кстати, у вас неправильные отношения складываются, потому что, если вы попробуете залезть в тему адалты и эротики, вы бан схватите просто неимоверной скоростью. Это так называемые расстрельные тематики. И чтобы уметь работать там, я вам честно скажу, даже моих знаний на данный момент не хватает. То есть, вот я с ребятами разговаривал из сервиса, они говорят, мы тоже не лезем в эти темы, потому что они для нас запретные. То есть, мы не знаем так, чтобы сгенерировать можно, но чтобы группы выжили долго, их просто банят достаточно сильно. Более того, я скажу, ребята, которые, допустим, работают по YouTube, они мне сказали, вот у нас есть список запретных тематик. А это фактически, если посмотреть весь тизерный топ, который конвертируется на афера, они говорят, мы туда не лезем. По одной простой причине, вебмастера-конкуренты стучат в YouTube и банятся каналы на раз. А если ты сидишь и работаешь в какой-то нише, работаешь с товаркой, по, я не знаю, среднеконкурентному запросу, у вас там приходит 10 человек в месяц и 5 из них покупают, это вообще шоколад. Никто никогда эту историю не отловит. Истории, связанные с услугами, аналогично. Мало кто в них рубится. Мы видим, что игры прекрасно работают, а игрового трафика просто море. Соответственно, ну надо выбрать что-нибудь такое более-менее простое, с учетом того, что, ну да, прикольно рассказывать, что у меня группа посещает там с поиска 10 тысяч человек в день. Ну хрен ли толку с нее, если вы зарабатываете там 100-200 рублей. У другого человека, может быть, группа посещает на два порядка меньше, а зарабатывает он прям обратно пропорционально. Вот это результат. То есть, здесь не показатель по замерке и охвата интереса у людей. Показатель простой. Сколько вы проинвестировали в эту историю и сколько она вам дала денег. У вас, может, трафика быть не очень много, а конвертабельность у аудитории достаточно хорошая. Как продвигаются страницы ВК? Не сами группы, а те, что созданы внутри группы. Никак не продвигаем. Продвигаем только группы. Хорошо. Вопрос от Игоря. В последнее время очень много появляется групп. Известно, здесь имеет место стадность и люди неактивно вступают в новые группы при хорошем контенте. Как максимально быстро нагнать первую тысячу посетителей в новую группу? Не царевых и не ботов. Человека Игоря зовут? Да. Игорь, вам на другой вебинар. Это вот к СММщикам, вот там, где тысячниками меряются, где группы в принципе не рассматриваются меньше 100 тысяч пользователей. Я просто уже наслушался этих теорий о том, что если у вас группа меньше 100 тысяч человек, вы не сможете монетизироваться, вам столько денег надо вкладывать во всю эту историю. Я вам показал пример, когда вы можете начать работать. Вы совершенно по-другому с трафиком работаете. Другие законы. Хотя тоже называются группы. Пересмотрите наш вебинар, который выйдет сначала. И по каждому пункту, где вы сомневаетесь посидите, немножко подумайте. И тогда вы поймете, что это не СММ. Это не СММ. Это работа с трафиком. Вот как вы работаете с трафиком из поиска для сайтов, так вы можете работать теперь с группами. Как вы работаете с таргетированной рекламой из социальных сетей, так вы можете собирать сами этот трафик. То есть это вопрос вашего умения и понимания, как работать с аудиторией, работать с инструментами. И я говорю, что это не идеальный инструмент. Это инструмент под свои задачи. Я вам привел примеры конкретно по высококонкурентным запросам, либо по низкочастотным запросам. Как эта вся механика хорошо ранжируется. Дальше вы уже сами решаете. Вам нужно тысячу человек первое получить и в итоге иметь сто тысяч. Или вам достаточно триста, которые у вас будут покупать. Которые будут к вам в высокой степени лояльности. Или которые просто придут, зарегистрироваются, уйдут. А другие придут, посмотрят, что народ много. Ну и соответственно у вас что-то купят. Это совсем про другое. Я вам простой пример приведу. Если вот так в лоб непонятно. Зайдите в группу Advection и посмотрите, сколько в ней людей. Вот сейчас прям. Зайдите, посмотрите, сколько в ней людей. И посмотрите видео. Сколько у него репостов и сколько у него лайков. А теперь зайдите в другие каналы на тему арбитража. Где сидит там по 10 тысяч человек. И сравните статистику. И вам станет ясно, понятно. Насколько работа с лояльностью для тематического ресурса важна. А где важна получение трафика при минимум усилии. Все. Потому что вот, ну все остальное, я говорю, СММ это вот про больший закон больших чисел. Там уже научились те, кто бегает за большими группами, окучивать. Вам нужно 100 тысяч подписчиков? Сейчас сделаем. 3 рубля за подписчика. Ну фигачите. Как бы какие-то проблемы. Так выхлоп у вас будет после этого очень фиговый. Ну наберите заработок в интернете, в поиске по ВК. И посмотрите, какие там группы встречаются. И какая жизнь в этих группах. А там по десятке тысяч подписчиков есть. Спасибо большое, Денис. Я думаю, это замечательное окончание нашего вебинара. На сегодняшний день вопросов нет. Но это не говорит о том, что этих вопросов не будет. И дальше на телеканале Сиопульт ТВ, где в следующую среду появится сегодняшний вебинар записи. И на других каналах распространение интереснейших материалов от главной аналитики компании The Action Дениса Кучумова. Спасибо большое, Денис. Всего доброго, до новых встреч. Всего вам доброго, пока.